Приветствую вас, Ирина. Давайте разберём вопрос, который вы задаёт. Основной вывод, который я могу сделать, касается того, что вы чего-то боитесь. Когда вы говорите, что у вас внутри сжимается всё, при определённых обстоятельствах, когда человек ведёт себя определённым образом, это больше про страх, про незащищённость. Это первое. Про уязвимость. Это первое. Второе. Это, пожалуй, то, что вы пытаетесь поменять человека. Понимаете, ведь меняться, мне кажется, нужно, если меняться, мне кажется, меняться нужно не для комфорта, а для себя. И только, если этого хочется, ну, то есть, имеется в виду, если есть, эм, такое желание, если есть такой порыв, если человека, эм, ну, самого не устраивает, эм, то, что, то, как он, эм, ну, как он себя воспринимает, как он себя видит и так далее. И мне кажется, что это очень важный момент, на который вам нужно обратить внимание. То есть, ну, вот, то, что вы пытаетесь переделать человек, хотя, может быть, ему этого и не хочется. Вот. Может быть, ему и вам тоже не очень интересны перемены, ну, вот, которые, которых ждёте вы, которых, может быть, ждёт человек. То есть, я хочу сказать, что здесь всё выглядит таким образом, как будто бы вы пытаетесь переложить ответственность на человека за то, что вам, ну, не нравится, например, или за то, что, как-то воспринимается, может быть, не очень-не очень хорошо, негативно и так далее. Вот. При этом, конечно, важный вопрос здесь такой, эм, что будет, если он не поминается, что будет, если человек останется таким, что будет, если, ну, эм, что будет так, как раньше. Ведь ссоры, ну, любые ссоры, в том числе и ваша ссора, это, мне кажется, в большей степени про страх близости, это в большей степени про страх, эм, ну, эм, сближение, в том числе и эмоциональное сближение, и мне кажется, что если вы боитесь сближаться, а вы, как мне кажется, боитесь этого, вы боитесь, как мне кажется, сближаться, вот, с человеком, то это может стать довольно серьезной проблемой в будущем, вот. Поэтому, конечно, конечно, решать вам, как действовать дальше, но мне кажется, что можно и нужно обратить, эм, свой взор, если можно так выразиться, выразиться, эм, на вот эти моменты, вот, то есть целом, соотношения такие, они довольно-таки, получается, конфронтирующие, то есть вы конфронтируете друг с другом, вот, как будто бы пытаетесь бороться друг с другом, вот, а это, как правило, проявляется, тогда, когда люди испытывают страх, вот, и мне кажется, что в данном случае, можно говорить про это, про то, что вы боитесь, про то, что вы, ну, вот, с одной стороны, как будто бы себя не замечаете, то есть не замечаете того, что вам, вот, важно не замечаете того, что, эм, вас беспокоит, да, вот, то есть, как бы, вы вроде бы говорите, что вам не хочется, там, условно, что-то делать, вроде бы, вроде бы, но при этом, что конкретно вы испытываете, не совсем понятно, как будто бы вы сами себе в этом отсчет не отдаете, вот, то есть, мне кажется, что, эм, ну, вот, если говорить о том, что делать, да, говорить о том, вот, ну, куда направляться, вот, в какую бы сторону направить, эм, свою энергию, я бы, я бы, наверное, эм, обратил внимание на то, что вы переживаете, на то, что вы чувствуете, на то, что вы испытываете, на то, что вам, эм, как бы, эм, на то, что вас волнует, вот, я бы на это, наверное, обратил бы внимание, и, эм, наверное, я больше смотрел бы на то, чего мне хочется, то есть, условно говоря, или не хочется, вот, условно говоря, эм, условно говоря, ээ, и не любите готовить. И, казалось бы, ну вы не обязаны готовить, если не любите, вы не обязаны готовить, если не хотите, но почему-то вы за 20 лет такое ощущение, да, что вы чувствуете себя, вы чувствуете себя, может быть, не знаю, виноваты за то, что вы не хотите готовить или не до конца принимаете в себе то, что вы не хотите готовить. И вот это сопротивление, которое вы чувствуете внутри себя, оно проявляется в виде конфликтов с мужчиной. Вот. Поэтому я бы, конечно, рекомендовал вам поисследовать психологическую игру «Скандал». Вот. Это психологическая игра, в которую мне, ну, как мне кажется, как мне кажется, играете вы. Вот. И, соответственно, вам, возможно, имеет смысл обратить свое внимание на нее, на вот, на эту игру психологическую как раз. Вот. Чтобы, может быть, намного лучше себя понять и понять другого человека, понять то, что с вами происходит. Вот. И уже после думать о том, что делать дальше. После того, что человек вас не поддерживает, я могу сказать следующее, что, ну, он, конечно, может вас не поддерживать. Это правда. Важнее, как мне кажется, важнее, немножко другое. Насколько вам самой важно, чтобы вас поддерживать. Потому что, если важно, если важно, вы можете быть зависимым от этого. А это уже совсем нехорошо. Если вы, ну, грубо говоря, будете ловить тот человек от его реакции и так далее. Вы уже сейчас, в какой-то степени, ну, наверное, на мой взгляд, зависит от человека. И я бы сказал, что вряд ли продвижение такой позиции пойдет вам на пользу. Вот. Решать, опять же, повторюсь, решать вам исключительно эту ситуацию. Вот. Вам выбирать, как и в каком направлении двигаться. Вот. Я могу лишь только говорить о том, вот, как мне это видится, вот, с моей именно стороны только. Так. То есть, в целом, как бы, как бы, я бы еще обратил внимание на то, что между вами и общим. Тут, вот, ну, между, между вами, между вами и мужчиной, да. Вот. Это, мне кажется, тоже такой достаточно важный момент. Потому что, мне кажется, что общего у вас, мягко говоря, мало. Вот, мне кажется, что общего у вас совсем мало. Откровенно мало и недостаточно для того, чтобы отношения выстраивались как-то вот корректно, комфортно для вас и так далее. Вот. Ну, в целом, в целом, ссоры в отношениях свидетельствуют скорее о наличии трудностей и определенных, ну, как бы, недоразумений, да, скорее. Нежели чем о том, что в порядке. Вот. Так что, говоря о том, значит, мне интересно, говоря о том, правы ли вы в том, что, значит, он вас не верит, не поддерживает вас. Да, правы. Потому что вы так чувствуете. Не потому что есть какие-то вот объективные показатели. Потому что вы так чувствуете. И вопрос, как мне кажется, заключается в том, что вы будете с этим делать и будете ли вы вообще с этим что-то делать. То есть, ну вот, да, человек вас не поддерживает. Да. А что дальше? Вот. Что, например, не знаю, со мной происходит? Да? То есть, ну, просто вот, что, когда меня не поддерживают. Что я чувствую? Чувствую. Когда он меня не поддерживает. Например. Например. Что я ощущаю, когда меня не поддерживают, например. Вот. Это, как мне кажется, важная история, вот, на которую вам можно обратить свое внимание. Но, как вы с этим обратитесь? Обратитесь ли вы с этим так, как вам хочется? Или обратитесь ли вы с этим так, как вы, например, привыкли, как вам кажется наиболее безопасно? Вот это вопрос довольно серьезный, как мне кажется. Вот. И ответить на него нужно. И можете ответить на него только вы, как мне кажется, по крайней мере. Вот это то, что я мог бы вам сказать с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. А еще, конечно, не может мне смущать немного тот факт, что вы такое ощущение, что с мужчиной вот живете, да, но при этом же нет определенности никакой. То есть. Здоровые годы вы живете, но, например, мне на вас не женятся, а свадьба вы не говорите. Да. К этому тоже нужно ваше отношение. К этому тоже нужна ваша позиция, чтобы вы чувствовали себя комфортно, чтобы вы чувствовали себя в своей тарелке и так далее. Потому что если этого не происходит, то вряд ли вы находясь в тревожном таком состоянии, будете чувствовать себя хорошо, комфортно и так далее. Поэтому решать вам нет никакого сомнения. Вам решать как действовать, вам решать что делать, вам решать в каком направлении двигаться и так далее. Я могу лишь только указывать вам на какие-то вещи. Дальше вы уже сами решите, что вам хочется и в каком направлении вы хотели бы двигаться дальше. Могу сказать, что если вам хочется, например, отношения вывести на, допустим, к примеру, на качественно новый уровень, вот и если такое желание у вас есть, то для этого нужно меняться, меняться вам, но меняться для себя, не для кого-то. Понимаете? Вот если вы будете меняться для кого-то, то вы рискуете, ну вы рискуете оказаться с одной стороны зависимым, с другой стороны разочарованным. И так далее. И вряд ли это то, чего вы хотите, вряд ли это то, что вам нужно, вряд ли это то, к чему вы стремитесь. Вот. Поэтому такой ответ, мне кажется, будет наиболее оптимален. Такой ответ, мне кажется, будет наиболее корректен. Без там, без какого-то, не знаю, навязывания, навязывания вам, без какого-то, там, без каких-то оцениваний и так далее. Мне кажется, это справедливо по отношению к вам. Но, повторюсь, повторюсь, вариантов может быть много и могут быть разные вещи. В том числе, может быть, ваше желание, что вы сами, чего хотите, я не знаю, не могу знать. Вот, поэтому. Было бы здорово, было бы хорошо, если бы, ну, если бы, ну, вы постарались раскрыть то, что, ну, что вам нужно. Вот, если бы вы раскрыли, раскрыли бы, например, то, что вы хотите, ну, глобально, да, вот отношения, например. И, собственно, тогда уже будет более-менее понятно, вот, что вам рекомендовать. Будет более-менее понятно, на чем работать. А то ведь, мало ли, может быть, вам и не интересно все, что я говорю. Понимаете? А правых именоватых не бывает. Ну, в смысле, искать правых именоватых, дело, дело, эээ, крайне неблагодарное. В том смысле, что это всегда будет бить по вам достаточно сильно, потому что вы не получите удовольствия и насладение от того, что справы, например, вы не получите удовольствия от того, что ну, не правы вы, хотя это может быть френд, конечно, но показаться может быть френд, то, что я говорю. Но тем не менее, могут быть правы оба, не правы могут быть тоже оба. Важнее немножко другого, важнее то, как вы обращаетесь со своими чувствами, что вы делаете со своими чувствами, как вы эти чувства выращаете, и выращаете ли вы их вообще? Это, пожалуй, очень важный момент, на который вам нужно обратить свое внимание. Потому что, если вы этого не сделаете, если вы обратите на это свое внимание, то он будет, будет вот, для вас это, мягко говоря, не очень хорошо будет, для вас это, мягко говоря, но мне кажется болезненным. Я бы так сказал, именно болезненным. Могу ошибаться, но, как правило, бывает так. Как правило, бывает такая история. Вот. Давайте, наверное, на этом пока закончим мой ответ. Я надеюсь, что вам это было полезно. Вот. Надеюсь, вам это было интересно. Надеюсь, вы сделаете для себя выводы какие-то. Вот. Буду благодарен за обратную связь вам по моему ответу. Это поможет вам начать работу над собой. Вот. А желаю вам всего самого доброго и удачи. До встречи. Однажды.